МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 ноября 1812 года обмороженные, обессилевшие остатки французской армии в беспорядке покинули Вильна. В город вступили русские войска. Французам оставалось добрести до пограничного Немана и покинуть пределы России. Отечественная война подходила к концу. Вторжение было отражено. Вражеское войско разгромлено. Едва ли кто-либо из героев задумывался тогда над тем, что будет дальше. Наверное, и сам фельдмаршал Кутузов, вступив в Вильна, считал, что дело сделано, и армии следует просто отдохнуть и перевести дух. Но не тут-то было. Вильно из Петербурга поспешил император Александр I. Он ехал день и ночь в санях, несмотря на стужу, и добрался сюда аккурат 11 декабря, накануне своего дня рождения. На следующий день в городе палили из пушек и пили за здоровье государя. «Вы спасли не только Россию, вы спасли Европу», сказал Александр своим генералам. Это означало, что война с Наполеоном Бонапартом на этом не закончилась. И что русской армии в самое ближайшее время предстоит освободительный заграничный поход. «Слова государя поняли все». ВЗРЫВ 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 О том, что остатки Великой Армии оставили Вильно, Наполеон узнает уже в Париже. Трудно сказать, ожидал ли французский император такое развитие событий. Но перед своим окружением он разыграет бурную сцену. Он возмущался и негодовал. Армия и гвардия бежали от нескольких казаков. Из-за мороза все потеряли голову. Еще не было примера такой глупости. Главным виновником падения Вильно Наполеон сделал своего любимца, неаполитанского короля Мюрата. Якобы он на него надеялся, как на себя. При этом о вине самого Наполеона, разумеется, не могло быть и речи. Император всегда прав. Он прав даже тогда, когда после Березины сам бросил гибнущую армию. Вильно он так и не заехал. В предместье переменил лошадей и под чужим именем, без конвоя, помчался в Париж. Предводитель погибшей Великой Армии спешил начать подготовку новой военной кампании. Его будоражили новые планы и замыслы. Он очень надеялся в ближайшее время поправить свои дела и собрать новую военную силу. Ради этого он трудился в Париже с утроенной энергией. Наполеон очень хотел, чтобы Франция поскорее забыла несчастную русскую кампанию. Как это, однако, мешало его лихорадочной работе. Весь Париж, вся Франция гудела от слухов и душераздирающих подробностей военной катастрофы. Рассказывали, как в ресторанчик одного из городков восточной Пруссии вошел грязный бродяга в вырваной одежде. Его собрались тут же выбросить на улицу, но он успел поднять руку и сказать обедавшим французским офицерам, «Вы не узнаете меня, господа? Я арьергард Великой Армии. Я маршал Ней». Наполеон все это знал и даже более того. Но стремился убедить своих союзников и свое окружение, что все идет прекрасно. Он продолжал вести большую игру. И было бы легкомысленной ошибкой считать, что зимой 1813 года судьба Наполеона Бонапарта была предрешена. Это далеко не так. За ним стояла значительная сила, причем не только военная. За ним стоял общий европейский проект. Идея единой процветающей Европы. Сам он прекрасно знал этот европейский мир, его сильные и слабые стороны. Умел нажимать нужные клавиши. Этим наполеоновским идеям, проектам и учреждениям Россия должна была противопоставить не только штыки, но и свою освободительную идею. Идею переустройства европейского мира без Наполеона, вне наполеоновской системы. За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад. И для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимые другими побуждениями. Это рассуждение Толстого из последней части последнего четвертого тома романа «Война и мир». Обратите внимание, Толстой не говорит о том, что новая война или движение народов с востока на запад не нужны, бессмысленны. Нет, писатель так вопрос не ставит. Хотя описание войны в романе заканчивает именно в Вильна. «Дальше Толстой не пойдет. А вот Кутузов после освобождения России все-таки пойдет освобождать Европу. И нам важно понять, какова была его роль в новой кампании. Или он действительно, как в романе, не понимал, что значит Европа, равновесие, Наполеон?» Этот вопрос помогает разрешить одна примечательная история. Точнее, разговор Кутузова и государственного секретаря Шишкова. Разговор произошел в Вильна в декабре 2012 года в самый разгар подготовки заграничного похода. «Разрешите мое сомнение?» спросил Шишков фельдмаршала. «Зачем идем мы за границу?» «Для продолжения войны», – был ответ. «Зачем? Зачем продолжать ее, когда она закончилась? Можно ли предположить, что Наполеон, едва отсюда ускакавший, может покуситься вторично сюда прийти?» «Осидя в своем Париже, какое может он сделать нам зло?» «Нам, конечно, нет», – продолжал Кутузов, «но его господство над другими державами, над Австрией, Пруссией, Саксонией и прочими, сохранится тоже, какое и доселе было». Как видите, Кутузов спокойно и здраво рассуждает об общеевропейской политике. Он не говорит о том, что Россию все это не касается, и нам нужно сидеть дома. С Шишковым, с адмиралом Шишковым, известным и страстным петербургским русофилом, Кутузов вполне соглашается только в одном – освобождение Европы – это колоссальное бремя и очень большой риск. С точки зрения Кутузова, неоправданно большой риск. Кстати, его известные разногласия с Александром Первым того же рода. «Воевать в Европе совсем не то, что на родной земле. У каждой европейской державы свои интересы и свои счеты друг к другу. В подобных обстоятельствах следует проявлять осторожность и осмотрительность. Нельзя нестись в Европу, сломя голову. Вот что на самом деле стояло за якобы медлительностью старого фельдмаршала. Которая так раздражала Александра. А между тем, даже первый шаг за пределы Отечества оборачивался сложнейшим польским вопросом. За Неманом, который русская армия перешла 1 января 1813 года, начиналась территория герцогства Варшавского. В то время это протекторат Наполеоновской Франции. Государство враждебное России. В 1812 году оно выставило 100-тысячную польскую армию. Так называемый Корпус Понятовского. Этот корпус активно воевал в России в составе наполеоновских сил. И вообще антирусские настроения в Польше невозможно было игнорировать. Спор славян между собой со времен раздела Польши в эпоху Екатерины только усилился. А потому Кутузов предписал войскам соблюдать строжайший порядок. Не заводить ссор с населением, не обижать его ни бранными словами, ни упреками. Польскому населению полагалось разъяснять, что вся вгустейший император Александр I не желает проливать кровь за кровь и платить разрушением за разрушение. К концу января значительная часть Польши была очищена от последних остатков неприятельских войск. И основные русские силы вышли к Висле. Здесь, в старинном городе Плотске, Кутузов устроил нашу главную квартиру. Здесь главнокомандующие вместе с государем ожидали известий о судьбе Варшавы. Нечего было и думать, чтобы армия штурмовала польскую столицу. Это было не нужно. Это было бы оскорбительно для поляков. Следовало проявить не только решительность, но терпение и осторожность. Судьба Варшавы была вручена доблестному генералу Милорадовичу, герою из героев. И он в считанные дни овладел городом без единого выстрела. Сдача Варшавы сопровождалась традиционными церемониями. Русскому генералу вместе с хлебом с солью поднесли ключи от города. Это сделал старый варшавский бургомистр, который некогда вручал ключи самому великому Суворову. Известие о занятии Варшавы вызвало в главной квартире в Плотске всеобщее ликование. Государь-император сам объявил об этом событии всему войску во время развода лейбгвардии Измайловского полка. В ответ над Вислой раздалось громовое русское ура! Таким образом, заграничный поход начинался для нас при самых благоприятных обстоятельствах. Один из древнейших польских городов, Калиш, 12 февраля принимал главную русскую квартиру. Здесь государь и командование русской армии задержатся надолго, на целых полтора месяца. Дело в том, что Калиш в то время располагался у западной границы Польши. Дальше начиналась уже Германия, прусская провинция Силезия. А с Пруссией можно и нужно было договориться. Договориться о совместных действиях. Следовательно, о разрушении наполеоновской системы. В этой системе Пруссия заведомо оказывалась самым слабым звеном. Наполеон низвел прусское королевство в ряд второстепенных государств. Полностью подчинил его Франции. И вдобавок заставил выплачивать громадную контрибуцию. Неудивительно, что униженная Пруссия считала Наполеона завоевателем и мечтала о независимости. Русский триумф 12-го года давал правительству Пруссии очевидный шанс. Его следовало использовать незамедлительно. Ради этого прусский король Фридрих Вильгельм перебрался поближе к Калишу, в селезский Бреславль. Теперь это польский Вроцлав. Так вот, уже 15 февраля здесь, в Бреславле, был подписан союзный договор между Россией и Пруссией. Это было торжество Кутузовской стратегии создания прочных условий будущей победы. Особенно характерны в этом отношении воззвания Кутузова к народам Германии. Мудрый фельдмаршал и здесь, в Европе, стремился обеспечить армии всенародную поддержку. Что, кстати, было так ненавистно Наполеону и одновременно так воспламеняло немецкие сердца. В 1813 году Германия испытывала небывалый патриотический подъем. Немцы не хотели превращаться в подданных универсальной Наполеоновской империи. Борьба за независимость сплотила нацию. Прусские граждане жертвовали состояние, а дамы свои украшения на нужды армии. Для юношей было делом чести встать в ряды добровольцев. И невозможно описать, с каким ликованием и восторгом встречали русские войска в каждом немецком городе. У домов, где останавливался Александр I, собирались толпы народу. Как только он подходил к окну, все кричали «Виват!». На улицах императора Якутузова буквально засыпали цветами. Что и говорить, приятное было время. Увы, оно не могло продолжаться долго. В соседней Саксонии союзным войскам России и Пруссии предстояло встретиться с неприятелем. Там находилась французская армия под командованием наполеоновского пасынка Евгения Багарне. В крепостях по Эльбе стояли французские гарнизоны. А самое главное, что в Германию на театр военных действий вот-вот должен был явиться Наполеон с новой армией. Это значит, что союзному командованию не нужно было идти напролом. Вперед во что бы то ни стало. Кутузов, например, вообще не хотел пока идти за Эльбу. Как всегда, Михаил Илларионович не торопится. Предпочитает собрать побольше сил, договориться с соседней Австрией о совместных действиях, вести осаду занятых французами крепостей. У Кутузова было много работы, огромные планы. Но он заболел. К обычным хворям добавилась простуда. Заграничный поход для фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского закончился здесь, в небольшом вселесском городке Бунслау. После Второй мировой войны этот городок тоже вошел в состав Польши и теперь называется Бреславцем. Кутузов приехал сюда 6 апреля в открытых дрожках. По дороге пошел снег с дождем, фельдмаршал продрог. Он надеялся передохнуть, потом вновь заняться делами, но здоровье его резко ухудшилось. Последние дни Кутузов провел в этом доме, в небольшой угловой комнате на втором этаже. Местные жители устилали ближайшие улицы соломой, чтобы проходящие войска не беспокоили больного. Десять дней лучшие врачи боролись за его жизнь. Но фельдмаршал чувствовал себя все слабее и слабее. 16 апреля, в среду, на третий день после Пасхи, Кутузов скончался. Его тело будет особым образом набальзамировано и отправлено в Петербург. Александра I в тот момент в Бунцлау уже не будет. Пренебрегая настойчивыми советами великого полководца, император вместе с армией перейдет Эльбу. И уже через несколько дней в Саксонии под Лейпцигом начнется битва. Эта старинная, вымощенная камнем дорога ведет к саксонскому городку Люцину. 20 апреля 13-го года в окрестностях городка на окружающей его равнине армия союзников сразится с Наполеоном. И надо сказать, что тогда французский император был менее всего готов к серьезному противоборству. Новые батальоны Бонапарта были совсем не те, что сгинули в походе на Россию. Это были молоденькие новобранцы, впервые участвовавшие в большом походе. Добраться до Саксонии было для них тяжелым испытанием. И потому французская армия растянулась на десятки километров. Командование союзников резонно решило, что не нужно ждать, пока Наполеон соберет все свои силы под Лейпцигом. Ему нужно навязать бой на марше, внезапно атаковать под Люсеном. Этот холм насыпан впоследствии на том самом месте, где во время сражения находились император Александр и прусский король Фридрих Вильгельм. Присутствие монархов, безусловно, ободряло союзные войска и одновременно связывало по рукам и ногам назначенного на место Кутузова нового главнокомандующего русского генерала Витгенштейна. Он был хороший и даже очень хороший боевой генерал, имевший большие заслуги в войне 12-го года. Он прекрасно командовал корпусом, прикрывавшим Петербург. Но он не был полководцем, равным Наполеону. И, видимо, не годился на роль командующего союзной армии. Другой вопрос, а кто годился? И был ли такой человек после смерти Кутузова? Об этом гадать можно долго. Ясно одно. Новый главнокомандующий и оба союзных монарха желали немедленно раздавить Наполеона в генеральном сражении. Выходит, у Рока Устерлица главные действующие лица этой истории успели подзабыть. Основные события Люсинской битвы разворачивались здесь, среди деревень. И прежде всего, в этой деревне Гросгершин. Деревня занимал третий корпус Нее. Там были в основном новобранцы, которые ни о чем не подозревая, разбрелись по деревенским улицам и варили суп на обед. И вдруг началась, началась оглушительная канонада. Массированный обстрел деревень. А вслед за обстрелом атаки пехоты и кавалерии. А потом опять опустошительный залп, от которого новобранцы Нее падали десятками. Остатки третьего корпуса спасет Наполеон. Он был далеко за Люциным, когда услышал шум битвы. Его реакция была мгновенной. Приказания верные, точные. Он моментально всех развернул. И через каких-то полтора-два часа кардинально изменил ход сражения. Союзникам на следующий день придется отступить. Разгрома подобного Аустерлицу не было и не могло быть. Да и потери французов оказались громадными. Однако Наполеон по-прежнему был, так сказать, на коне. Тогда как русская армия отошла за Эльбу. В самое ближайшее время союзникам придется вернуться к кутузовской стратегии без Кутузова. Но об этом в следующем выпуске исторической программы «Кто мы» в цикле «Как одолеть Бонапарта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова